Турецкий язык. Урок номер 45. Условная модальность. Шарт пирлящик заманы. Вторая часть. Это вторая часть урока про условную модальность в турецком языке. В прошлом уроке мы рассмотрели настоящее широкое время в условной модальности, а в сегодняшнем уроке мы рассмотрим увиденное и услышанное прошедшие времена в условной модальности. Увиденное прошедшее время условной модальности используется в условных предложениях, в которых выполнение одного действия связано с тем, выполнено ли другое действие в прошлом. Это предложение по типу «Если пошел дождь, значит будет прохладно». Если ты понял, то мы переходим к следующему уроку. То есть у нас есть действие, которое было выполнено или не выполнено в прошлом, и в зависимости от него мы будем делать следующее действие. Причем оно может быть как в будущем времени, как в настоящем, в широком и даже в прошлом времени. Возьмем на примере глагола «сормак спрашивать» и просклоняем его по лицам и числам. Сначала к корню глагола мы добавляем аффикс увиденного прошедшего времени, потом аффикс условной модальности и потом личный аффикс. И получаем «сордуйсам» если я спросил, «сордуйсан» если ты спросил, «сордуйса» если он спросил, «сордуйсак» если мы спросили, «сордуйсан» если вы спросили и «сордуларса» если они спросили. В отрицательной форме у нас будет Sormadeison, если я не спросил, Sormadeison, если ты не спросил, Sormadeisa, если он не спросил, Sormadeis, если мы не спросили, Sormadeison, если вы не спросили и Sormadellarsa, если они не спросили. Еще у нас есть вопросительная форма, но и как в предыдущей части я сказал, в условной модальности вопросительные формы практически не применяются, применяются очень редко, но мы все равно должны знать как они формируются, поэтому я здесь оставляю и получаем Sormadeisamme, если я спросил, Sormadeisamme, если ты спросил, Sormadeisamme, если он спросил и в отрицательной вопросительной форме Sormadeisamme, 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 Sormadeisamme. Сразу переходим к примерам, потому что на примерах легче всего усвоить и понять смысл использования условной модальности. Есть у нас такое предложение. «Башармак» — это что-то суметь сделать, прийти к успеху в чем-то. И в данном случае у нас, если тебе удалось обмануть человека, то это твое действие не будет означать, что человек, которого ты обманул, является дураком. В данном предложении у нас есть условия, в первой части предложения, да, если тебе удалось обмануть, сделать это действие. Но дальше у нас может быть не всегда действие, а может быть просто констатация факта. И здесь мы говорим, что это не значит, что человек является дураком. Следующий пример. Если вы проголодались, то давайте я вас чем-нибудь угощу. То есть я собираюсь сделать действие, угостить, но при том условии, что если вы проголодались, вы должны понимать вот эту взаимосвязь. Следующий пример. Биргюн, однажды, херкес, все, öde и джек, заплатят, беделини, это значит цену, бедель, цена, чему, ябтыкларынын, тому, что они делали, то есть своим деянием. Однажды все заплатят цену за свои деяния. Если вы произвели, производить оплату или оплачивать, если вы произвели оплату, то есть заплатили, то не принимайте во внимание данное сообщение. То есть когда вы должны не принимать во внимание сообщение, когда у вас выполнено условие, то есть если вы уже оплатили и произвели оплату. Однажды все заплатят цену за свои деяния. Если вы произвели оплату, то, пожалуйста, не принимайте во внимание данное сообщение. Смотрим следующий пример. Если тебя не уволили с работы. По-турецки дословно «выкинуть». Отмак кидать и выкинуть с работы. То тебе лучше поблагодарить Бога. Это значит «благодарить Бога». И это как бы по-моему, по моему мнению. Но для того, чтобы у нас предложение смотрелось лучше, мы можем перевести таким образом. Если тебя до сих пор не уволили с работы, то тебе лучше поблагодарить Бога. Ты должен поблагодарить Бога, сделать это действие. И оно идет в связке с тем действием, что тебя не уволили с работы. То есть действие, которое было выполнено или не выполнено. То есть в данном случае в прошлом. Давайте рассмотрим еще пример. И я хочу здесь рассмотреть нестандартное использование условной модальности. Такое применение возможно не только для увиденного прошедшего времени, но и для других времен. То есть широкая, настоящая и другие времена условной модальности тоже бывают использованы в таких предложениях. Какие это предложения? Предложения такого типа, когда перед глаголом, условием ставятся такие слова, как некадарш, незаман или насыл. Такого типа предложения мы переводим без слова «если». И здесь у нас нарушается логика построения предложения в русском и турецком языке. Давайте посмотрим на пример для того, чтобы было ясно. Например, есть у нас такое предложение. Он нара некадар конуштуй санда, кимсе сана кулак вермеды. Сколько ты им не говорил, никто к тебе не прислушался. Вот смотрите, у нас, несмотря на то, что условная модальность, и мы привыкли ее переводить со словом «если», то в данной ситуации перед глаголом в условной модальности у нас идет слово некадар. И вот в таких ситуациях мы не переводим как «Сколько ты им, если не говорил», мы переводим без «если». Сколько бы ты им не говорил, никто к тебе не прислушался. Или посмотрим еще предложение. Сегодня, когда бы я не включал телевизор, он выступает. То есть, сколько бы я сегодня включал телевизор, все время один и тот человек выступает. И здесь точно так же. Перед глаголом «ачтыся», который мы переводим не «если бы я включал», а вместе со словом «незаман когда», и получается «когда бы я не включал телевизор», он выступает. Также еще есть предложение со словом «насал». И вот посмотрим. Зачастую бывает так, что два глагола и в условной части, и в следующей части повторяются один и тот же глагол. Вот, например. «Хая ты насал севдийся?» «Ону да, эле севдим?» «Я полюбил ее так же, как полюбил жизнь». Смотрите, у нас опять здесь глагол есть «севдийся?» «Если я полюбил?» Но так как перед ним стоит слово «насал», то мы переводим «как я ее полюбил» или «любил». «Хая ты насал севдийся?» «Я любил ее так же». «Ону да, эле севдим?» «Как полюбил жизнь?» Еще один пример, тоже со словом «насал». «Бен дагаун джи насал халлетисе?» «Инею ли халлетерим?» «Халлетмек» — это что-то выполнять, что-то делать или справляться с какой-то работой. Берем с конца. «Инею ли халлетерим?» «Я справлюсь так же». «Дагаун джи насал халлетисе?» «Как справлялся раньше?» Опять он здесь перед глаголом «халлетисе?» «Если я справился» или «справлялся?» А у нас стоит слово «насал», «как», и мы переводим «я справляюсь так же, как справлялся раньше». «Бен дагаун джи насал халлетисе?» «Инею ли халлетерим?» Здесь есть два нюанса, которые вы можете для себя запомнить. Первое, вот в таких предложениях, когда у нас идут слова «насал», «некадар» и «незаман», мы воспринимаем не «как» и «если мы могли» или «делали какое-то действие» или «действие делалось», а добавляем как будто просто глагол в прошедшем времени, перед которым идут слова «как», «когда бы» и «сколько бы». Это раз. И второе, вот зачастую люди русскоязычные, которые разговаривают по-турецки, когда хотят составить предложение такого типа, не знают, что нужно использовать именно вот такой оборот. И говорят, вот, например, смотрите, давайте предыдущий возьмем. «Я полюбил ее так же, как полюбил жизнь». И говорят как? Переводя точно с русского на турецкий, получается так. «Хаяты насыл севдим, онуда элесевдим». Предложение получается как будто бы понятное, но оно совсем звучит не как турецкое. То есть здесь у нас есть потеря этой турецкой логики в предложении. Поэтому, когда вот мы такие предложения хотим сказать, с русского на турецкий, когда переводим, используйте вот этот оборот, то есть условную модальность. И тогда ваше предложение будет звучать очень по-турецки. Теперь переходим к услышанному прошедшему времени, на мышь. Это время используется в условных предложениях, в которых выполнение одного действия связано с тем, выполнено ли другое действие в прошлом, как и в предыдущем времени. Но при этом точность выполнения условия неизвестна или предполагается. То есть у нас есть услышанное прошедшее время на мышь. Это когда мы информацию услышали или от кого-то, с чьих-то слов, или мы предполагаем. Поэтому то условие, которое у нас выполняется или не выполняется, мы только можем предположить, было ли оно сделано или не было оно сделано. Посмотрим на примере глагола «гвенмек». Это значит «верить», «доверять». Корню слова добавляем аффикс услышанного прошедшего времени, потом аффикс условной модальности и личный аффикс. И получаем «гвенмешсе», если я поверил, «гвенмешсе», если ты поверил, «гвенмешсе», если он поверил, «гвенмешсе», если мы поверили, «гвенмешсе», если вы поверили, и «гвенмешлерсе», если они поверили или доверились. В отрицательной форме я просто буду говорить без перевода «гвенмемешсе», «гвенмемешсен», «гвенмемешсе», «гвенмемешсе», «гвенмемешсек», «гвенмемешсенис», «гвенмемешлерсе». У нас есть еще вопросительная форма. Повторюсь, мы ее практически не используем, но мы знаем, как она формируется. И поэтому у нас получаем и в отрицательной вопросительной форме посмотрим примеры тоже с этим временем. Например, если Хакан сказал про меня такое, я не буду с ним разговаривать. То есть, например, кто-то пришел и сплетничает и рассказывает, что вот Хакан про тебя сказал вот такое-то, такое-то. И я человеку говорю. Ну, как бы, если Хакан сказал про меня такое, то после этого я не буду с ним разговаривать. То есть, я не буду делать действие, которое связано с условием. С условием того, что Хакан действительно про меня такое сказал. И еще предложение. Если они не пригласили Ульяну, ну, скажем, не пригласили погулять на день рождения, куда-нибудь, неважно. Она может на них обидеться. То есть, она может выполнить действие, которое связано с тем, пригласили ли они ее или не пригласили. Ульяна и давят этми мишлярсе, он на ракюсе велирш. Следующий пример. Если ты повесил такую вывеску. Хакан вермек, это значит, нужно соответствовать. Если дословно перевести Хакан вермек, то переводится как отдавать заслуженное. И так как у нас вывеска заслуживает то, что она не написана, то ты должен соответствовать этому. То есть, нужно соответствовать при условии, если ты такую вывеску повесил. То есть, сделал такое действие в прошлом. Еще один пример. Если мы не поддержали тебя, то только потому, что считали тебя неправым. Ну, во-первых, мы думали, то есть, мы думали, что ты неправ. Мы по-русски можно перевести как считали. Хаксис – это быть неправым. И если спросите, откуда здесь в переводе «только потому», как бы здесь нет такого слова, то это значение выходит из глагола То есть, не «ден какой», то есть, из-за того, что мы так подумали. То есть, только потому, что мы так считали. И теперь я еще хочу, чтобы мы послушали небольшой отрывок из стиха или из песни, которую спел исполнитель Хакан Ещельюрд. Называется «Аджиагюльмек» – это значит «улыбаться боли». Давайте сначала послушаем, а потом попробуем это все перевести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это, думаю, для того, чтобы стих был более складный Если мы смогли смеяться в лицо боли. То есть, «Ери Гельмиш» в нужный момент, когда надо. Мы просто пытаемся перевести смысл. А там я просто оставил так, чтобы было более-менее похоже как бы на стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уметь любить безответно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейдуна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...